всем привет ух красавец на обзоре бомбовый нож который мне в принципе всегда нравился но цена всегда отпугивала как бы чтоб купить его и последняя каплей наверно для покупки этого ножа у меня стала вот эта вот сталь м390 а именно тесты которые проводил всеми известные руслан киясов на канате и когда у человека отвалилась рука нож остался острым вот и вот эта вот сталь и этот тест все таки меня вынудили потратить свои деньги и приобрести этот нож если здесь была 154 сталь естественно его не взял бы сталь делает свое дело сталь продает ножи вот в остальном конечно все таки но что же у нас очень классный здесь у нас дизайнер осборн вот который наверное известен больше вот такими вот кривыми косыми нестандартными ножами с обратным там то вот сотворил вот такой красивый нож но честно сказать две секунды это стану еще это ножик но сотворил этот нож уже не осборн а мэл бордью если не ошибаюсь это вот такой вот у нас гриптилиан если так посмотреть я не знаю в чем прикол но эти ножи но очень и очень похоже кто-то может со мной сразу начать спорить сразу поставить не дизлайк типа пургу несу на эти верхних фальш лезвия вот до спуске здесь резко выражены то есть есть граница и середины где-то это фальш лезвия этот конец клинка не клинка вот здесь больстер у нас но здесь тоже назовем больстерная часть потом попа ну очень и очень похоже я не знаю машине братья или сестры пусть просто друзья а может быть и талон и идеал дизайна он один для всех и каждый однажды приходит к этому эталону не знаю но они очень похожи вот просто внимание обратил не думать что я там начинаю свои у меня кили пить просто показал такой момент мое наблюдение а так в целом конечно нож бешеный нож бешеный режет бешеный уже успел порезать чуть потестировать к сожалению и к радости мне пришло разом пять шикарных ножей просто шикарных и не получается мне взять один нож кинуть в карман и ходить с ним неделю две месяца то есть все ножи шикарны чуть ли не в день по два три раз хочется менять их брать один не спишь с этими ножами из-за этого однозначно и потестировать их не могу пока вот просто все нравится не работает так хочется когда берешь бенчмейт и axis так и хочется таким вот классным образом закрыть нужно здесь у нас асист пошел давайте тогда посмотрим на него хорошим макро сначала закроем же 10 сомнительные вот эти обработки которые но я бы не сделал бы их честно сказать потому что без них он смотрелся как-то более целостно более взбито и они его не портят классный бэкспейсер на всю длину очень классный бэкспейсер клипса черная стандартная для бенчиков вот тоже в тему здесь вписывается все четко все отлично перекидывается на две стороны больстер у нас алюминиевый из такой картины скажем так с рисунком таким параллельно я имею да не вот это вот насечка здесь как будто бы такие линии вот но на видео на обзорах и фотографии когда смотришь кажется но очень дешевым а когда берешь в руку сразу могу сказать и успокоить потенциальных покупателей что все-таки не лажа в принципе желание поменять что-то изменить поправить не возникает то здесь все нормально продумано конечно титан смотрелся бы намного лучше но и это алюминий он наоборот даже вот эти насечки они как-то чуть видуху придает этому ножу здесь у нас замочек предохранитель скажем так предохранитель аксиса чтобы не распахнулся нож очень тонкий клинок вроде здесь он толстый но он так сводится почти в ноль классно все сделано конструкция пошел данного ножа достаточно сложная здесь есть наружная часть потом внутри все отдельно также крепится на отдельные болты кучу болтов кучу шурупов и асист уже нас очень сложный так что над этим ножом я не знаю полностью ли работал осборн но поработали над этим ножом серьезно спуски от самого верха фальш-лезвие которое визуально очень сильно обостряет как бы создать стремительный вид этому ножу и только приукрашает то есть становится намного красивей с другой стороны у нас логотип осборна сталин 390 патенты сведение у нас здесь тоже также 0506 максимум все очень тонко все очень четко сделано не знаю стоит ли не стоит ли показывать размерчики которые уже тысячи сто раз показали но самому тоже интересно честно сказать я не замерял даже не знаю как то размеры 10 сантиметров клинок длина самого ножа 12 сантиметров соответственно 21 с половиной 22 нет чуть чуть меньше 21 с половиной размер самого ножа девять с половиной клинок у нас в меру толстенький в меру четкий с кем его сравнить бы с этим что ли ножом сравнить его красавицы красавица и уродиц или красавиц и уродиц такой вот классный ножик так вот красивый ножик держать все удобно наполняет ладонь четко вот сюда кстати палец все таки ложится когда сильно вот так обхатишь во второй не попадает сюда вот у меня попадает палец вот сюда тоже ничего не попадает смысл того что сделано не знаю при обратном хвате мысю так держать да здесь полностью берешь тоже смысла не вижу вот этих вот пропилов скорее дизайнерское решение вот эти вот насечки тоже они очень 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 цепки палец вообще не скользит он застревает здесь они острыми гранями когда слегка ведешь все укладка сильно надавить палец вообще никуда не убегает так что у них функционал очень хороший и в то же время они очень сильно такой вид дают то есть нож был бы чуть скучным бедным вот эти вот насечками все-таки приукрашают его не стандартном месте не такие как в привычной пупырышки насечки здесь и сверху именно боковые сделано очень классно вот палец тянется конечно чуть вперед хочет чуть вылезти и как раз нарывается на шишечку вот здесь вот именно вот сюда вот нарывается вот так держать можно принципе но когда держишь так нижний палец все-таки хочет упереться вот в эту часть и идет вперед вместе с ним соответственно и большой верхний идет и опять чуть-чуть дискомфортик в целом ничего это уже такие придирки скажем так обратный хват просто идеально держать просто шикарно все четко удобно так держать тоже удобно основном режимы таким вот образом так тоже удобно ну да все-таки продуманное сделано здесь все рукоятка хорошо в общем фоне конечно клинок может быть кажется чуть-чуть тонкими недоношенным но может это визуально кажется из-за вот это вот фальш лезвия потому что сдалека когда на фальш лезвия падает тень кажется что он тонкий длинный остренький а ручка у нас пузатая толстая массивная короче вот такой вот мини обзорчик мини тестик не тестик а обзорчик классного ножа вот так вот спасибо за просмотр всем пока вот такой вот нож